Сенсация! Оказывается, однополые семьи с детьми уже существуют в России и даже существовали в СССР. И это можно подтвердить документально. Получив справку о составе семьи в офисе, мои документы, мать-одиночка с ребенком проживает в квартире своей матери, и это законная однополая семья. Напоминаю, что семья – это не те, у кого любовь-морковь и кекс на букву С, а те, кто состоят в родственных отношениях, вместе проживают и ведут общее хозяйство. А тем, у кого любовь-морковь и кекс на букву С, регистрация брака только мешает свободной любви, независимо от пола и ориентации. Брак – это во все времена юридический акт, создающий новые родственные отношения и тем самым регулирующий имущественные отношения. Если мать-одиночка снимает комнату в квартире у одинокой женщины, то получается, что совместное проживание и общее хозяйство есть, а семьи нет, так как нет родственных отношений. С развитием капитализма эта ситуация стала случаться довольно часто, потому что молодые люди едут туда, где есть рабочие места. Самый лучший способ закрепиться на новом месте – это вступить в брак с кем-то из местных. Но не у всех получается вступить в нормальный брак. И одно из решений – помочь таким людям – это разрешить однополые браки. Это выгодно и буржуазии, и трудящимся. Следовательно, в мире, которым правит капитал, однополым браком быть. Повторю еще раз, пока я президент, у нас не будет родителей, а именно будет папа и мама. А мне пофиг. Еще раз напоминаю, что брак – это скорее Маркс, чем Фрейд. То есть брак – это про материальные блага, а не про интимную жизнь, которой можно законно заниматься вполне себе комфортно без всякого брака. А вот ребенка оставить в квартире с посторонним человеком, например, с хозяйкой квартиры, у которой снимает комнату мать-одиночка, это уже незаконно. То есть, если ребенок в этот момент поранится и приедет в скорая помощь, и зафиксирует, что мать оставила ребенка с посторонним человеком, то это может быть основанием для лишения мамаши родительских прав. А если бы мать-одиночка вступила бы в однополый брак с хозяйкой квартиры, у которой снимает комнату, тогда эта хозяйка сразу становится второй мамой, и из неполной семьи семья становится полной. Так что некоторые государства разрешают однополые браки вовсе не ради нетрадиционно ориентированных людей, пусть даже по их просьбе, а ради детей. Как известно, дети наши все, и все ради детей, в том числе за брат детей у бедных, родных и разнополых родителей, или из неполной семьи, в которой только один родитель один, хронически не справляющийся с воспитанием детей. По кличке ЯЖИ МАТЬ НА ВСЕХ и отдать их приемным, неродным, и хоть разнополым, хоть однополым родителям. Не пофиг ли, кто детям купит питание, медицину и образование? Тема однополых браков стала такая скандальная благодаря буржуазной демократии и вытекающей политической борьбе. Новаторов, которые с помощью разрешения однополых браков хотят решить некоторые социальные проблемы и консерваторов, которые хотят оставить все как есть и ничего не менять ради стабильности. А мы и не за, и не против однополых браков. Нам на них и пофиг, и пуфиг. Мы просто исследовали скандальную тему ради того, чтобы и самим в ней разобраться, и помочь разобраться нашим зрителям. Нам пофиг на однополые браки, и мы не лезем в чужую семейную жизнь. Мы 10 лет в разнополом браке живем и счастливы, а как другие живут, нам пофиг.